МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске налегке идем в гости на блины, узнаем нескучные новости и смотрим кино в компании четвероногих друзей. Не переключайтесь! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Камера, мотор, погнали! Вика, привет! Привет! Такая история сегодня случилась, что у нас нет совершенно никакого плана. И это первый выпуск передачи налегке, который пройдет действительно налегке. Мы с тобой сегодня готовим. Замечательно. Готовим на моей кухне. Супер. Мы пришли в гости с камерами, но без подарков. Надеюсь, что наши зрители обязательно сделают так, чтобы минимум на 10 тысяч подписчиков стало больше. Значит, мы готовим блины. Они совсем обычные. Мы делаем картофельные блины. Но это не драники. Нет, это блины прям, конкретно блины. И будет у нас к блинам клюкенеджем. Класс. Вот, начинаем. Я могу тебя попросить натереть, если ты хочешь. С удовольствием. Для того, чтобы картофель не темнел, мы можем добавить маленькую чайную ложечку сметаны, либо кефира, либо чего-нибудь кисломолочного йогурта. О! Ну, раз не по плану, то можно и на коленке. Я тогда поставлю вариться джем, чтобы к моменту наших блинов он остыл. Мы берем обычную замороженную клюкву, немного соли, добавляем немножко хлопья в чили, потому что я люблю так. А что, прям все натирать картофелями? Ну, там все 400 грамм. Все по весам. Знаешь, самое главное правило повара. Это флюорография, я помню. Да, и все по весам. Когда пришла эта идея, и почему именно эта тема? Вообще не было такой цели стать именно блогером. Мне просто хотелось выйти на более широкую, что ли, аудиторию из своей кухни. То есть ситуация такая, что я всегда любила готовить, мне нравилось. И когда в моей кухне и мужа, который говорил, ну, вкусно, зая, стало мало, я подумала, что я, наверное, хочу это как-то выдвинуть более широко, знаешь. Ну, и, в общем-то, я поняла, что нравится мне больше всего готовить. И было бы круто, если бы я показала о том, что готовить это не сложно, что готовить быстро, просто. И это под силам каждой хозяйки, имея у себя на кухне какой-то совершенно незамысловатый набор предметов. Ну, вот у меня батя умеет готовить хорошо, прям великолепно готовит. Вот ему 60 лет сейчас. Я понимаю, что было бы неплохо, если бы он стал блогером. Но у него есть такая штука, он никогда не читал рецепты. Все сам, интуитивно. Смотри, я читаю рецепт, и очень часто в рецептах вижу подвох, да? То есть ты понимаешь, что есть нелогичный набор действий, которые необходимо совершить, типа, для чего? Я буду добавлять, а ты мешай, да, вмешивай. Вот ты считаешь себя профессионалом? Конечно, господи. Я не то чтобы там не считаю себя профессионалом, либо считаю себя профессионалом, да? Я знаю четко, что я умею, я знаю, на что я способна, и я знаю о том, что это то, что я люблю всем сердцем. Для меня этого достаточно. И это, возможно, определяет в какой-то степени уровень профессионализма. Что касается какой-то обратной связи, да, ну, то есть обратная связь всегда важна, потому что ты можешь упускать определенные моменты. Для тебя, само собой, разумеющийся может быть там вот это, а для кого-то нет. И кто-то может это заметить, а ты это можешь упускать. Поэтому обратная связь всегда нужна, всегда важна. Что касается критики, если критика не подкрепленная каким-то основанием, это критика ничто. Это критика от приматов. Она вообще не считается, да? Типа того. Вот. Опять же, относиться к ней нормально? Да, нормально. Если твое мнение спрашивают в заведении, да, говорят, там, понравилось ли вам блюдо, я всегда оставляю обратную связь, всегда даю комментарий. И всегда говорю, почему мне это не понравилось. На каком основании? Потому что я считаю, что это должно было быть приготовлено вот таким образом. Потому что я вижу технологию процесса именно так. Пока мы болтали. У нас сварилась клюква. Мы ее не выварили. Если вы хотите выварить клюкву более такой жидкий джем, то можно добавить немного воды. Поскольку у нас блины картофельные, мы сейчас немножко воды добавим, чтобы были более пожиже, чтобы можно было к сметанке добавить. Было бы укусненькое. Тесто на блины готово. Ну, прям такое достаточно жиденькое. Да. Ну, тесто... Так это же блины, не оладьи. Как умея что-то делать, и умея это делать превосходно, взять в руки любое средство для съемки и начать снимать? Слушай, ну это переломный момент. Все через боль. Тяжело, да? Вот хочется... Вот сделал бы и сделал. Кто-нибудь встал бы рядом, снял, но ты понимаешь, что нужно делать это самому. И получается еще параллельно вторая профессия. А плюс еще потом монтаж накладывается. Вот это вот все-все-все-все. Да, а сколько атрибутики накладывается. Какой-то здесь идеальный фон. Самый идеальный фон. Да, я снимаю на столе в режиме live, потому что намного интереснее. Фотография более живая. Она более интересна зрителю, то есть чем ты просто тупо положил фон, сколько блюда, которое ты приготовил. То есть я фотографирую процесс приготовления, потому что процесс приготовления точно так же прекрасен, как и само блюдо. Появилась ли после этого какая-то профдеформация с точки зрения блогинга? Нет, скорее. То есть я продолжаю есть еду, да? Смотри, какой у нас, блин. Класс. Держи масло, нож, положи кусочек масла. Давай облажим блин, чтобы он был такой прям укусный. И потом его залить вот этим всем или иным? Да, мы сейчас положим следующий блин. И так, пока у нас не закончится тесто, а потом мы берем, выкладываем сметанку, джем и начинаем кушать. Ребята, я счастлив. Я у шефа-блогера сейчас отъем. Во! Нереально классно. Вкусно? Да. Можешь даривать. Просто, блин, он может быть и не сладким, он может быть вот таким. О, ощущение, что он с мясом. Из-за картохи? Угу. Да. Прям вкусно. Ну что, мы сегодня легко приготовили? Быстро. Быстро. Без плана. Мы ничего не придерживались. И все получилось. Поэтому лично я желаю вам импровизировать. А шеф? Вкусно готовить. И получать удовольствие от жизни каждый день налегке. Музыка. Редактор субтитров. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Освобожденный крокодил", обитаемая планета, танцы с акулами, венецианский карнавал и осиротевшие выдры. Мы собрали для вас подборку нескучных новостей. В Индонезии местный житель освободил крокодила, который почти 6 лет прожил с шиной на шее. Спасатель-самоучка очень опасался, что по мере роста крокодил задохнется, поэтому выслеживал рептилию несколько недель. Для спасательной операции он самостоятельно смастерил ловушки, без посторонней помощи установил их, но помочь крокодилу удалось только с третьей попытки. Когда грозный страдалец наконец-то попался, индонезиец разрезал шину пилой и выпустил крокодила на волю. Кстати, это не первая спасательная операция для мужчины. Он периодически помогает змеям, крокодилам и прочим присмыкающимся. Ученые обнаружили потенциально обитаемую планету рядом с умирающей звездой. Заметили остывшую звезду, которую назвали Белым кроликом, и спутник, который вращается в зоне ее обитаемости совсем недавно. Но уже сейчас у астрономов есть все основания предполагать, что это может быть то самое открытие. Обитаемая зона, или, как ее назвали ученые, зона Златковски, это та область в космосе, где условия на поверхности находящихся в ней планет могут обеспечить существование воды в жидкой фазе. Кроме того, на этой же орбите вращаются 65 небесных тел размером с Луну, чья дистанция между собой не меняется, что доказывает присутствие планетарной гравитации. Испанский фотограф Рафаэль Фернандес Кабальера получил главную премию подводной фотографии 2022 года за снимок пяти китовых акул, ужинающих вместе на Мальдивах. На фото, которое Рафаэль назвал «Танцы с гигантами ночи», акулы едят планктон, приплывший ночью на огне лодок. Фотоснимок стал первым среди почти 4,5 тысяч фото, присланных на конкурс из 71 страны. Премия «Подводная фотография года» вручается с 1965 года в Британии и считается одной из самых престижных в мире. После почти двухлетнего перерыва в Венецию вернулся традиционный карнавал, который пройдет в городе на воде с 12 февраля по 1 марта. Из-за ковидных ограничений организаторы вынуждены были отменять проведение мероприятия в 2020 и 2021 году. В этом году оргкомитет фестиваля заявил, что карнавал будет не до конца распланированным и будет включать в себя как оффлайн, так и онлайн-режим. У карнавала 2022 года девиз «Помни будущее». Но несмотря на долгий перерыв и масштабную промо-компанию, в первые дни фестиваля людей на улицах было несравнимо меньше, чем пару лет назад. Однако организаторы надеются, что это изменится. Осиротевшие выдры нашли любовь в День Святого Валентина после того, как их поселили вместе в Центре защиты дикой природы в английском графстве Чешир. Еву нашли в мусорном баке в канун Рождества, а Джун Пер попался зоозащитником немного позже. Выдрята сразу привыкли друг к другу, обожают играть вместе и лакомиться любимой рыбой. Сейчас парочку готовят к возвращению на волю в подходящем для новоиспеченных влюбленных месте. На этом все. Не переключайтесь. Всем привет! Это «Налегке»! и премьера показа «Дог-френдли» фильма. Да, такое случается, наверное, впервые, поэтому сегодня очень много собак, очень много людей и очень много интересных знакомств и информации. Смотрим вместе. Поехали! Здравствуйте, Марат! Добрый день! Вы сегодня пришли с эстонской гончей? Да. Как вы вообще относитесь к таким «Дог-френдли» пати? Положительно. Но жалко, что их не так часто и не так афишируют. Вы пришли, чтобы познакомиться, просто прочувствовать атмосферу или за определенными дивидендами от партнеров? Нет, наверное, больше атмосферы. Больше атмосферы и социализировать своего четвероногого. Сколько ему уже лет? Ему 11 месяцев только. А, так он еще все маленький. Еще щенок, да. Вы бывали в капе, где опускаются со своими домашними ребятами? Не были, хотя находятся территориально рядом с проживанием, но еще пока не заходили. Оказывается, их в Минске целых пять. Как вы считаете, нужно развивать сеть? Можно было бы. С учетом еще того, что количество собак-то заводимых растет постоянно. Поэтому, да. Какие у вас ожидания сегодняшнего вечера? Надеюсь, будет приятным, хорошим. Добрый вечер, Наталья. Добрый. Как вы сюда попали? Откуда узнали? Да, честно, случайно в социальных сетях наткнулась, что вот премьера вот этого фильма идет, крутого, а я ждала его давно, и что вот можно с собаками прийти. Но я как заводчик, ну, не могла пропустить такое. Расскажите нам, что же это за порода? Как давно у вас? И чем вы вообще занимаетесь? Это порода достаточно редкая. В принципе, у нас в Беларуси вообще, ну, совсем немного собак. Американский булли называется. Я занимаюсь ими где-то порядка пяти лет. Вот. У меня их очень много. Как вы относитесь к подобному формату мероприятий Докфрендли? Очень круто, потому что всегда хочется брать куда-то с собой животных. А Докфрендли кафе даже по городу, ну, совсем-совсем мало. Чего пожелаете, чтобы это движение развивалось? Чего не хватает? Допустим, по тем же Докфрендли кафе, ну, узнать, где оно и что, очень тяжело. Рекламы, наверное, больше не хватает всему этому. Ну, и пропаганда, скажем, любви к животным, что они не такие плохие, как люди они говорят. А с нами, между прочим, Киномир. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а как вообще идея такая возникла? Кто это придумал и зачем? Мы вдохновлялись премьерой фильма «Лулу и Вридс», и мы решили вокруг этого события изобрести что-то интересное. Вспомнили о том, что в Минске давно не проходило ничего такого. Подобный опыт был только у бывшего Велкома, теперь уже один. Они презентовали так премьеру «Хатика» на белорусском языке, тогда был тоже Докфрендли показ. И мы решили вспомнить, как это было, и обыграть так премьеру «Лулу и Брикс». Ну, сегодня не «Хатика», будет меньше слез. Ой, сегодня будет вообще весело. Будем плакать от смеха. Это Докфрендли Патти, и у Лены самая френдли собака, которая здесь есть. Френдли Док. Как так получилось, что он появился в той жизни? Мы брали его для защиты. Мы живем в частном доме, и хотелось, чтобы, мало ли что, он мог защитить, помочь, спасти, скажем так. Ну, и с нами это верный друг, который лапочка, он любит обниматься. Идеальная собака, на самом деле. Что же это за идеальная бойцовская порода? Бельгийская овчарка Малинуа. Это очень дорого. Да. Лечить, обслуживать, техосмотр, кормить. Вкусняшки, игрушки. Дорого. Как и любую собаку, в принципе. Первый раз вообще на таком формате. Да, у нас сложно с этим. Иначе мы хотим кого-нибудь съесть. Добрый вечер, Татьяна. Добрый. Вы сегодня здесь в качестве доктора? Да, консультирую по разным вопросам. Как вы думаете, кому сегодня помощь понадобится больше, хозяевам или питомцам? Я думаю, всем. Интересующие вопросы, я готова ответить. Ну, если что, вы помогаете всем, правда? С какими вопросами обращаются чаще всего? Чаще всего с какими-то дерматологическими проблемами, с вопросами по питанию, по уходу. Ну, то есть такие стандартные наборы. А можно ли проводить какую-то определенную самодиагностику для своего питомца? В большинстве случаев внимательный хозяин сам определяет, есть ли у животного проблемы. Поскольку он внимателен, он осматривает его и глаза, и уши, и кожу, и так далее. И замечает разные нюансы оплоднения, поведения. В этих случаях они приходят к врачу потом. Есть ли какая-то разница именно по уходу за собакой, которая живет на улице постоянно, и за домашним? Да, конечно, существенная разница. Это и в условиях содержания, и в кормлении. А чем лучше всего кормить? Сухим кормом или тем, что осталось? Ну, из этого выбора, конечно, лучше тогда готовыми кормами. И по энергетическим веществам, и по комплекту необходимых витаминов, микро-макроэлементов. На самом деле самое главное – это любить, ухаживать, заботиться, и все будет хорошо. Добрый вечер! Добрый вечер! Как вам идея такого мероприятия? Шикарная! Мы вообще на таком мероприятии первый раз. Это что-то для нас новенькое и очень интересное. А сколько у вас собак? Собаки не одной, котов шесть. Шесть котов? И тем не менее, вы абсолютно демократично относитесь к такому количеству собак, которые здесь собрались. Очень даже. Что сделать, чтобы помочь бездомным животным на свои ждения? К сожалению, практика показывает, что с годами бездомных животных становится все больше и больше, так как люди безответственно, они выбрасывают их на улицы, плодят. Поэтому, соответственно, нам нужно очень много волонтеров в помощь. Прежде всего, нам нужна помощь руками, потому что самая главная наша проблема – это нехватка передержек. Наша команда огромная. Кто-то занимается, кто-то в помощь, кто-то в фотопомощь, кто-то помогает руками, кто-то вот так вот участвует на акциях, кто-то занимается рекламой. Прежде всего, мы нуждаемся в передержках, потому что перед тем, как мы пристраиваем животное, нужно, чтобы оно прошло. Карантин нужно обследовать у доктора, стерилизовать, а затем только это животное находит хозяина. Поэтому мы будем очень-очень рады новым волонтерам, которые смогли бы животных брать к себе домой и передерживать какое-то время. Это очень хороший вариант для тех людей, которые боятся завести животное, не знают, получится у них, не получится. Поэтому скажем. И нам польза им тоже. Если у вас уже есть шесть котов, то не обязательно заводить седьмого. Просто приходите и присоединяйтесь к армии волонтеров. Да, можно заводить собаку. Дадим шанс собакам, котам и кому еще? И людям. И людям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова